доброго времени суток дамы и господа я только проснулся сегодня суббота извиняюсь за свой заспанный вид но сейчас намечается покатушка а ночью произошел очень интересный случай я вам буду это все очень быстро рассказывать возможно даже прикреплю потом аудио сообщение от человека огромное сразу говорю огромное спасибо ему это подписчик нашего чата он часто немногословен не любит писать и записывать тем более аудио сообщения именно в чат но мы с ним общаемся и еще раз огромное спасибо что в общем произошло у этого человека у него точно такой же twitter я говорю про велосипед и и у него электронная система переключения передач едс tx и если очень коротко то он попал под сильный под сильный сильный ливень будучи на улице и когда домой приехал обнаружил следующую вещь я наверное прикреплю как раз вот сюда видео у него начал мигать переключатель задний то есть произошло короткое замыкание и он постоянно работал уже были такие вещи у ребят которые подписаны на наш канал китайский карбон подписывайтесь и вы и возможно вам кстати это все дело кошка когти поможет в общем произошло короткое замыкание и этот человек разобрал непосредственно переключатель и он обнаружил очень интересный момент вот смотри вот я не знаю вот видишь вот он кислый вот в этой резиночке вот и собственно сама вот платка вот она лежит вот на вот таком вот блин двухстороннем скотче короче фигня все это вот смотри то есть вот я сейчас это все специально клеем вот эти контакты там идут сквозные дырочки которыми в которые как бы вкручены болтики и проблема в том что туда попадает вода туда попадает вода она попадает на три контакта которые соприкасаются с батарейкой батарейным блоком я вот уже открутил свой батарейный блок мы видим здесь вот эти три контакта и когда туда попадает вода со временем здесь все окисляется и соответственно переключатель начинает тупить. Это опасно тем, что если человек не заметил, он рискует в легком случае получить разряженную батарею, ушедшую в сон. Но в принципе бывают случаи, это не относится к EDSTX, а просто когда батарея получает короткое замыкание, она может загореться. Это совсем нехорошо. Итак, я сейчас буду делать те же самые вещи, которые сделал этот человек, и мы посмотрим, что у меня там происходит. Я сейчас вам на примере, у кого тоже EDSTX или тот, кто боится покупать, может быть, как раз почитал такие случаи. Там нет ничего криминального, но, как говорится, видимо, китайцы не учли, что дырочки нужно герметизировать, и вот мы сейчас этим будем заниматься. Итак, вот у нас наш переключатель. Кто не понял, как это выглядит, вот эта батарейка, она стоит вот таким вот образом. Она закрепляется на четырех болтах, маленьких болтиках, и вам понадобится набор отверток, знаете, которые, ну, торковские, только маленькие для, ну, я не знаю, для починки, допустим, смартфонов и так далее. Здесь у нас четыре отверстия, вот раз, два, три, четыре, и есть два больших отверстия. Там находятся регулировочные винты, вот такие. Здесь уже стандартная чуть-чуть побольше отвертка подойдет. Они стоят вот тут и вот здесь. Соответственно, они вообще сквозные, мы их откручиваем и снимаем батарейку. Здесь, я думаю, никаких проблем у нас нет. Давайте мы посмотрим, что у нас есть здесь. Здесь мы видим с вами контакты, непосредственно, и вот эти четыре болта. И именно эти четыре болта являются, так сказать, проблемным местом. Мы видим здесь такой небольшой двухсторонний скотч, или что это такое. Сейчас мы открутим и посмотрим, что там у нас происходит. Но сразу оговорюсь, у меня сделано всё вроде как на совесть. Я здесь не вижу никаких окислений, у меня всё нормально. Но, опять же, это дело случая. Видите, лучше, я думаю, перестраховаться, открутить четыре болтика сразу. Посмотреть, что у вас, в каком состоянии это всё находится, и предпринять меры. Так, открутили болтики. Открутили болтики. Они, кстати, очень легко откручиваются. Прям как будто бы совсем без усилий. Что мы тут видим с вами? Мы с вами видим провод и, собственно, вот эти дырочки, вы даже сейчас видите, вот если я покажу, кто не обратил внимания, так, вот видите, светится. Сейчас я приближу обратно. Вот. Это сквозные отверстия. И эти сквозные отверстия говорят нам о том, что помимо провода, который, понятно, здесь тоже имеет сквозную тему, здесь, вот в этих отверстиях, элементарно может попасть вода. И, как правильно заметил мой знакомый, видимо, расчёт был на то, что так как эти болтики туда вкручены, эти болтики не позволят шляпке просочиться в воде. Плюс, как бы, здесь стоит вот такая вот резиночка. Ну, не резиночка, это пластмасска. И она прижимается. И сюда вода не должна попасть. Но, видите, как показывает практика, она, возможно, видите, вот здесь у нас, допустим, грязь. Это вот то, что соприкасается внешняя деталь нашего аккумулятора. Здесь, я думаю, тоже может вот это всё дело соприкасаться, вода может сюда попадать. Поэтому, что принято? Какое решение было принято? Я вот этим клеем там всё это дело проклеил. Ну, и уже, собственно, я уверен, что там всё теперь уже будет чётенько. Ну, хотя там и нету ничего, но тем не менее, пусть лучше будет. Берётся клей, и этот клей заливается с той стороны, либо с этой стороны. И потом туда уже спокойно вкручиваются эти болтики. Клей был взят Т-1000 у моего знакомого, такой на резиновой основе. Я думаю, что, в принципе, можно использовать что-то другое. Вплоть до того, что с обратной стороны вы можете, не знаю, наклеить какой-то условно двухсторонний скотч. То есть, тут голь на выдумке хитра. Вы можете придумать свой способ. Но мой знакомый, я прикреплю видео, он запаял, как бы, эти дырочки, получается, с обратной стороны клеем. И потом он ещё промазал вот эту вот пластиковую заглушечку. Он её промазал. Хотя, вы знаете, я посмотрю ещё раз видео, мне почему-то было сказано, что там просто двухсторонний скотч. Вот у меня пластиковая заглушка. Он мне про двухсторонний скотч говорил. Сейчас я ещё раз пересмотрю и сделаю поправку, допустим, на ветер. Да, господа. Вот налицо контроль качества, который отсутствует. И я так понимаю, что дело даже не в браке, а именно в контроле качества. Потому что, созвонившись с моим знакомым, я прислал ему видео и фото доказательства свои. Он мне сказал, что действительно у него совсем всё было по-другому. У него вот эта плашка, которую вы видите с тремя контактами, крепилась на двухсторонний скотч. У меня, как вы видите, там залито всё эпоксидкой. И вот этот вот провод, который с той стороны выходит, он даже не двигается. То есть, у меня всё герметично. И самое интересное, что технологические отверстия под болты, которые я вам показывал, видите, они светятся. То есть, вот я двигаю камерой и сейчас наведу. Вот, видите, одна дырка сквозная, вторая сквозная. Здесь нет сквозной дырки и здесь нет сквозной дырки. У него там есть сквозные отверстия. То есть, в момент сверления этих технологических отверстий, в теории, сверло не должно создавать эти дырочки сквозные. Но по какой-то причине она их создаёт. И она получается, кому-то, если не повезёт, будет 4 сквозных отверстия. Кому-то может повезти чуть-чуть и будет 3 сквозных отверстия. Мне вот повезло чуть-чуть больше. У меня всего 2 сквозных отверстия. То есть, вот я рекомендую вам, если вы уже приобрели эти велосипеды, и у вас эта система EDSTX стоит, открутите 4 болта, открутите 2 направляющих винта, и, сняв крышку аккумулятора, посмотрите, пожалуйста, как у вас это стоит. Если вы всё-таки видите, что у вас здесь двусторонний скотч, либо у вас здесь отверстия присутствуют, ну вот у меня 2, в любом случае надо их герметизировать. Сделайте это. Это убережёт вас от банального короткого замыкания, и позволит радоваться вашей системе переключения передач. Ну, а то, что такое случается, я, конечно, здесь... Ну, я не могу ничего тут кого-то там судить и так далее, но передаю огромный привет службе, которая занимается контролем исполнения деталей. Вот. Они, конечно, это всего не увидят, но, конечно, это... Это вот те самые мелкие детали, которые отличают производство дорогих брендов от тех, кто только начинает свой путь. Я уверен, что они когда-нибудь наладят производство и сделают это лучше. Возможно, я даже напишу им в поддержку, сделаю фотографии, точнее, я, наверное, так и сделаю, и отправлю, чтобы они улучшали свой товар. Так, это позволит будущим новым владельцам уже не париться по этому поводу. Вам же я желаю отличных покатушек. Сегодня я тоже поеду на покатушку, будучи уже уверенным, что у меня не будет здесь воды. Сейчас я это все дело загерметизирую. И, соответственно, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь к нам в чат Китайский Карбон, задавайте вопросы. Мы как раз создали его для того, чтобы коллегиально решать какие-то вот такие вот проблемы. Все, всего вам хорошего, отличных выходных. Так, ну, что я могу сказать? Вы уже видите, что с той стороны у нас ничего не светится. То, что вы видите с той стороны, это часть клеевой основы, которая белая. И что я сделал? Я с той стороны нанес клей, элементарно суперклей, смешав его с абразивом. Ну, я взял соду. Вот. И просто намазал. С той стороны не стал в саму дырочку ничего засовывать. Вот. Просто намазал. И там, по сути, создалась такая небольшая пленочка, которая будет препятствовать. И для пущей верности я решил, что просто смажу сейчас болтики непосредственно фиксатором резьбы. и закручу. И будет все герметично. Также я подумал, что имеет смысл есть такая лента фум. Можно, в принципе, заморочиться и аккуратненько намотать на эти болтики ленту фум. Даже я знаю, что в магазинах продается тоже от производителя клея момент маленькая ленточка фум. Ее можно как раз нанести беспрепятственно на вот эти вот маленькие болтики и просто их туда вкрутить. И тогда тоже будет герметичность стопроцентная. Как вы сделаете решать вам? Ну, в любом случае вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok